Итак, здравствуйте, меня зовут Николай Сверчаков, сегодня хочу вам рассказать доклад, который называется Serverless is Ruby Future. Для начала представлюсь чуть подробнее. Я работаю в компании Злые Мерсиане и мы занимаемся продуктовой разработкой, а также пишем open source. На Ruby, Go, JS, Stake, а также не так давно мы начали заниматься open source, связанной с блокчейном и наш новый продукт, астрограф, это крутой GraphQL интерфейс к Stellar блокчейну. Про GraphQL вы можете узнать из доклада Димы чуть позже сегодня. Если интересно про астрограф, то заходите к нам в блог и читайте подробности. Не откладывая в долгий ящик, перейдем непосредственно к докладу. Вообще при подготовке к докладу я стоял на своего рода перепутье. С одной стороны я понимал, что скорее всего в зале будет не очень много людей, кто когда-либо слышал о serverless и хотелось дать для всех некую вводную, чтобы мы все с вами были на одной волне. Но с другой стороны, изначально я свой доклад хотел сделать такой штукой, чтобы поделиться с вами довольно хардкорной и сложной информацией, про которую в России, насколько я знаю, еще никто не рассказывал. И чтобы решить этот вопрос, какую из двух частей взять, в том самом Telegram-боте, который вы сегодня используете, было опубликовано голосование, где спросили, что вы хотите услышать некую вводную, некую hello world, или что-то такое посложнее. И 74% проголосовавших выбрали второй вариант, и именно эту часть я и оставил. Но совсем оставить без внимания людей, которые, возможно, никогда и не трогали в жизни serverless, я как бы не мог, и поэтому я выписал четыре основные аксиомы serverless, взяв которые на вооружение. Вы на самом деле поймете мой доклад, потому что он не суперсложный, просто там отсутствует вводная часть. Плюс, пока вы не увидите знак хардкора, там, в принципе, все будет более-менее просто. Так вот, эти самые аксиомы. Первая аксиома — это event-based architecture. Это значит, что вы можете ассоциировать serverless с неким контейнером, который крутится где-то в облаке. Причем, неважно, просто какой это контейнер. Так вот, полезную работу он делает тогда и только тогда, когда к нему прилетает некий event. Причем типов этих ивентов может быть очень много. Например, кто-то сделал запись в базу данных, либо http-event, либо у кого-то кончилось пиво в кружке. Неважно. Главное, чтобы код внутри вашего контейнера мог обработать этот ивент. Второе, после того, как контейнер выполнит полезную работу, он условно гасится. И все, что вы не сохранили, все потеряется. Такое обычное status-поведение. В-третьих, вот этих контейнеров, они бесконечно сами по себе скейлются из коробки. Чем больше вы ивентов туда присылаете, тем больше контейнеров запускается. Соответственно, сами они даунскейлятся автоматически после того, как выполнили полезную работу. И второе, вы платите только за то время, когда ваш код выполняется внутри вот этого вот контейнера. И если условно за месяц у вас ничего не произошло, то вы за месяц ничего и не заплатите. И последнее, иногда я буду использовать вместо serverless или serverless-функция слово lambda или lambda-функция. Это просто потому, что в 2014 году Amazon Lambda стала первая публично общедоступная платформа с бессерверной моделью вычисления. Ну и периодически просто миксуют эти названия, и я, чтобы обогатить свою речь, буду использовать и то, и то. Окей, давайте возьмем эти четыре аксиомы и посмотрим, как работает serverless под микроскопом. Представим, что у нас есть некая лямбда-функция, и мы просто ее выполняем удаленно с флагом минус L. Нам выдаст вот такая вот портянка, где внизу четыре очень интересных цифры. Давайте рассмотрим них. Первое — это duration и bill duration. Что это значит? Это значит, что duration — это сколько всего выполнялась ваша лямбда-функция, а bill duration — за сколько вы заплатили. А потом так. И тут мы узнаем, что вот эта аксиома номер четыре, она на самом деле не совсем верная. Вы платите не за фактическое время выполнения, а некими квантами в 100 миллисекунд. И неважно, сколько выполнялся код — 2 миллисекунды, 99 миллисекунд — вы заплатите именно за 100 миллисекунд. Теперь рассмотрим вторую пару цифр — это memory size и максимальная memory size. Первое — это та память, на которой была сконфигурирована ваша serverless-функция, сколько всего условно было доступно. А второе — сколько было использовано во время работы. Опытные разработчики могут спросить, а что же насчет CPU? Ведь мы привыкли, что в основном характеризуем вычислительную мощность наших инстансов двумя основными характеристиками — CPU и memory. Так вот, если мы залезем в доки того же Амазона, то узнаем, что, оказывается, CPU аллоцируется пропорционально той памяти, на которой мы запускаем нашу serverless-функцию. Условно, если мы ее запустили на 256 мегабайтах, то мы просто получим в два раза больше памяти, чем на, если бы мы это сделали, на 128 мегабайтах. Такая зависимость между CPU и memory похожа на то, как работает шедулер в kernel Linux, когда у вас на вашей локальной машинке, там условно 2-4 процессора, и много процессов, которые борются за процессорное время, и какой-то шедулер распределяет вот эту нагрузку. Примерно так работает внутри serverless-провайдеров вот это вот соотношение CPU-memory. Второе же соотношение, cost-memory, оно намного прозрачнее. Это просто табличка захардкошная с цифрками, и используя ее, вы можете всегда посчитать, сколько вам будет стоить то или иное решение на основе serverless. Например, за 6 долларов, а столько стоит самая дешевая DigitalOcean тачка, вы получите 28,8 миллиона обработок ивента в месяц при конфигурации в 128 мегабайт. И вот такие вот зависимости довольно тривиальные, они приводят к тому, что вы можете заведомо предсказывать, что будет влиять на стоимость вашей лямбда-функции. Есть целая статья, которая это все раскрывает, но и без всяких статей мы можем догадаться, что основная или ключевая характеристика, которая будет влиять на стоимость, это язык, на котором мы это реализуем, потому что нам нужно сделать как можно быстрее работу и использовать как можно меньше памяти. Чтобы не быть голословным, я решил провести некое испытание. Написал две serverless функции, одну на Ruby, вторую на Go, которая дает крайне простой ответ, и решил с помощью WRK протестировать их в 10 трейдов, 400 коннекшенов в течение 20 секунд, такая DDoS атака в 40 тысяч запросов. И вот такие цифры у меня получились для Ruby. За 20 секунд выполнилось 31 тысяча запросов со средним временем в 80 миллисекунд. А вот такие цифры получились для Go. Примерно 1,8 миллисекунды в среднем и 50 тысяч запросов. Очевидно, что Go победил. При этом, если вы сейчас бьете себя рукой по лицу и спрашиваете себя, а что я пытался доказать этим тестом, на самом деле все не очевидно, потому что что в случае Ruby, что в случае с Go мы оба раза уложились в те самые 100 миллисекунд. И в среднем мы будем платить за оба решения одинаково. Что я пытался этим сказать? На самом деле вот эта зависимость между стоимостью и языком она может вас привести к некой логической ловушке. Вам может показаться, что нужно писать всегда серверл с функцией как можно быстрее в языках. Но на самом деле, если вы примете во внимание ту сложность, которую несет в себя реализация бизнес-логики на том же Go и как бы очень приятную ценовую политику текущих серверл с провайдеров, то вы узнаете, что заплатить там лишние 2-3 доллара и написать ее на Ruby и сконфигурировать чуть побольше мегабайт памяти будет выгоднее в долгосрочной перспективе. Но это не просто мое мнение. Статистика по серверлесу говорит, что 96% языков, 96% серверлес-функций реализованы или запущены на интерпретируемых языках. И в принципе это все благодаря тому, что, как я уже сказал, текущая ценовая политика серверлес очень гуманная. Плюс вы каждый раз имеете, каждый месяц имеете 100 миллионов, не 100 миллионов, простите, 1 миллион бесплатных обработок ивентов. То есть это действительно бесплатная такая вот рабочая вычислительная мощность. Правда, там есть свои оговорки, не все так бесплатно и вам нужно тщательно подходить к калькуляции вот этих цифр. Есть статейка, которая все это расписывает. Вот. Но в любом случае это очень предсказуемо, прям предсказуемо, реально предсказуемо относительно того, сколько вам стоит решение в таком классическом случае. Настолько предсказуемо, что существует даже целый сайт, вбив в которые цифры, вы можете узнать, сколько вам будет стоить решение для разных провайдеров с использованием серверлес-архитектуры. Например, за 2400 долларов вам будет доступно 450 миллионов обработок ивентов, ну или HTTP запросов, если хотите, при конфигурации в 1 гигабайт. Почему 2400 долларов? Потому что это считается хорошая зарплата согласно Stack Overflow DevOps-инженера. Одна из особенностей сервера, что вам не нужен никакой админ или DevOps-инженер, который будет конфигурировать сервера, потому что это все работает автоматически из коробки. Соответственно, если вы используете меньше месяца, то можете прийти в понедельник и уволить своего DevOps и начать экономить деньги. Кто-то из вас может спросить, вернувшись к вот этим цифрам, так почему 80 миллисекунд? Мы, конечно, троллим Ruby, что он медленный, что писать на Ruby какие-то перформанс-штуки не очень хорошо, но камон, 80 миллисекунд, это реально очень много. Дело в том, что я немного считырил и реализовывал этот пример не на чистом Ruby, а с использованием фреймворка Jets. Фреймворк Jets в своем роде уникальная штука, на других языках, насколько я знаю, нету подобного. Он использует Rails-конвенции, позволяет вам очень быстро начать писать бизнес-логику. Там есть и ActiveModel, есть подобие роутинга, контроллеров, но за все это, к сожалению, приходится платить. Если мы напишем ту же самую лямбду на чистом Ruby, а именно столько строк кода нам нужно, чтобы это сделать, реально три, ну четыре, и проведем те же самые тесты, то мы увидим, что время отклика уменьшилось в два раза. И это нас приводит к еще одной интересной штуке. Стоимость зависит от тех зависимостей, которые мы используем. Зависит от зависимостей, да. Соответственно, когда вы используете serverless, вы должны отказаться от uber-жирных фреймворков, таких как Spring, Django или Rails, потому что за все эти зависимости, за все эти огромные инициализации кода вам в прямом смысле этого слова придется платить. Окей, что же мы имеем? Во-первых, круто, что у нас serverless — это та сфера, где вы никогда не встретите Rails. Второе круто, что это довольно дешевая штука, и действительно можно экономить деньги. В-третьих, это event-based архитектура, и от event-based до event-сорсинга рукой подать, то есть вы сможете быть хипстером и делать event-сорсинг. И четвертое — это автоскейлинг, который лишает, к сожалению, работы хороших девопсов, но что поделать. Но не может быть все так классно, как бы должны быть и проблемы, и давайте поговорим о проблемах, которые есть в serverless. Во-первых, всегда ли хорошо, что наши serverless функции условно бесконечно масштабируются? Давайте вспомним, как мы делаем обычные рубисты без использования serverless, как мы масштабируем наши приложения. На самом деле вот примерно так. Когда мы утыкаемся в какие-то лимиты, мы увеличиваем количество воркеров или количество докер-контейнеров, неважно, и как бы живем дальше. Но что будет происходить, если мы будем делать это бездумно? Ну, примерно вот это. Потому что каждый раз, когда мы масштабируемся, нам нужно держать в голове арифметику connection-пулов. У нас есть основное приложение, sidekick, микросервисы, еще что-то. Если мы просто бездумно будем увеличивать количество инстансов, то мы упремся вот в такого рода проблему. Но окей, это хотя бы проблема. А как же нам быть в случае serverless? Ведь serverless, как гласит аксиома номер 2, это stateless штука. И когда у вас нет стейта, куда вам положить connection-pool? Но на самом деле эта аксиома не совсем честная, потому что на самом деле state у lambda, ну или в принципе у serverless есть. И он называется execution-контекст. Эта штука в первую очередь нужна для того, чтобы вы постоянно не прогревали ваш код и не платили вот за эту инициализацию вашего кода. Давайте посмотрим, как это примерно работает. Представим, что у нас есть какая-то работа, какая-то массивная работа, которая занимает много времени. Если мы ее поместим вот внутрь нашей функции, то она будет выполняться каждый раз, каждый раз, когда мы выполняем serverless функцию. Если мы ее вытащим за скоп, то она выполнится только один раз и попадет в тот самый execution-контекст. И serverless провайдер будет пытаться реиспользовать вот это вот значение. Так тогда вроде как проблема решена, мы просто берем, заводим connection-pool, уложим его в тот самый execution-контекст и используем. Но на самом деле нет. Проблема с вот этой бесконечной масштабируемостью в том, что база данных, которая находится с той стороны, она не может обрабатывать бесконечное количество коннекшенов. Когда-то вы упретесь в это, и вам скажут, ну извини, too many connections. И что же делать в этом случае? Ну, самое простое, это взять базу данных, которая умеет работать с бесконечным количеством коннекшенов. Например, Redis Pro. По дефолту, там заплатив очень много денег, вы получите вот этот unlimited connection. Но это решение имеет право место жить, как бы имеет право место жить. Но есть проблема. Вот здесь, с этой стороны, у нас serverless, который мы платим только за полезную работу. А Redis Pro мы будем платить несколько тысяч долларов постоянно, неважно, используем ее или нет. И тогда умные ребята подумали, а почему бы нам не сделать serverless базу данных? И, например, Amazon Aurora Serverless, которая сама масштабируется от количества запросов, которые вы к ней отсылаете, от количества инсертов и селектов. Она масштабируется, обрабатывает все ваши запросы SQL и как бы сама даунскейлится. К сожалению, текущая экономика не совсем хорошая у serverless базы данных. То есть вам нужно все-таки смотреть, как дорого это вам обойдется. Но вот тем самым, как бы, сделав вот здесь вот serverless функцию, вот здесь вот serverless базу данных, мы пришли к тому, для чего вообще нужен serverless. Он в первую очередь нужен для того, чтобы решать задачи, где ваши потребности постоянно меняются. В классическом случае у нас обычно есть такая линейная нагрузка, и она вот как-то растет, наш бизнес растет, и мы постепенно так ступенчато увеличиваем количество ресурсов, которые нам необходимо. В serverless же основная фишка в том, что вам нужно много ресурсов, потом ничего, опять много ресурсов, и вы очень быстро это все получаете. И это все называется в целом словом bursty, ну типа взрывной, взрывной трафик, взрывная нагрузка. Какие могут быть примеры? Ну, например, machine learning. Вам нужно посчитать некую мат-модель, вы ее посчитали, вам больше не нужны ресурсы. Второе, некий ETL. Когда у вас приходит много каких-то данных, вам нужно их обработать и переложить в другое место. В основном это переложить файлики из S3 в S3 картинки и в серединке их как-то обработать. И третий, на самом деле не совсем очевидный пример, это блок, например, ну новостной блок, потому что у новостных блогов есть определенные пики нагрузки. Например, утром все просыпаются, все читают блок, потом уезжают на работу и не читают блок. Ну, надеюсь. Вот, а потом возвращается домой и снова как бы читает. И нагрузка постоянно скачет. Вот. И это условно все, что нам нужно было, чтобы перейти непосредственно к теме доклада. Потому что сейчас мы можем наконец-то узнать, почему я его назвал serverless из Ruby Future. Давайте рассмотрим это высказывание по частям и рассмотрим, какое будущее у serverless и есть ли оно вообще. А до этого немножко помечтаем, помечтаем вот об этом будущем. И чтобы помечтать, нам нужно ответить на себе раз и навсегда. Что такое serverless? А serverless концептуально это некая большая вычислительная мощность, которая доступна нам по требованию. Так почему мы не можем ее использовать не только для того, чтобы обслуживать наших клиентов, но и для того, чтобы обсчитывать какие-то наши ежедневные задачи, какие-то юзерские штуки, которые мы делаем на своих лаптопах, которые занимают очень много времени. Но с использованием serverless кажется, мы можем это все ускорить. Но serverless это всего лишь технология. Существует много провайдеров, которые представляют, реализуют эту serverless. Например, AWS, Google. Ну и хотелось бы иметь некий фоллбэк в виде своего компьютера, чтобы в случае отсутствия интернета можно было выполнить эту же работу у себя. И тогда мы бы могли взять эту огромную работу, которую мы выполняем обычно у себя на компьютере, распараллелить в десятки тысяч маленьких работ и выполнить. Но так не может работать на самом деле, потому что работу не каждую можно легко так взять и замасштабировать. И поэтому мы будем рассматривать определенный сколп работ. Это birth parallel job. Какие могут быть примеры? Ну, например, перекодирование видео. Представим, что у нас есть 4К видео, десятки гигабайт, и мы хотим его конвертнуть в какой-нибудь VP8 формат. Очень популярный у стриминговых сервисов формат. И вроде как логично, что мы можем взять этот огромный видео файл, разбить его на много маленьких кусочков и каждый по отдельности конвертировать, а потом собрать в итоге результат. Давайте рассмотрим, как работают классические алгоритмы кодирования. Ну, работают они примерно вот так. На вход подается видео, а видео — это массив картинок, а на выходе получается один кейфрейм и массив интерфреймов. Почему так сделано? Потому что кейфрейм — это условно первая картинка, она весит 1 мегабайт в случае 4К видео, а интерфреймы — это что-то вроде диффа текущей картинки с предыдущей картинкой. За счет вот этого мы добиваемся, за счет такого алгоритма мы добиваемся, что дифф маленький, и мы экономим, тем самым сжимаем наше видео. Обратная конвертация происходит довольно просто. Берем кейфрейм и интерфрейм, и постепенно применяя дифф получаем исходное видео. А что будет, если мы возьмем за основу этот алгоритм и применим вот к нашему концепту с разбиением огромного видео на маленькие отдельные перекодирования? Мы получим, что у нас будет N кейфреймов, и чем меньше степень нашей разбития, тем больше будет кейфреймов, и тем больше будет исходное видео. Мы сильно потеряем в степени сжатия, а это слишком большой трейд-офф. И поэтому, как бы, к сожалению, это не тема моего доклада, но умные люди придумали алгоритм, который позволяет вот эти маленькие кусочки, потом после того, как они перекодировались, еще с помощью дополнительной операции rebase сливать в один исходный файл. Давайте теперь еще рассмотрим один пример, Burst Parallel Job. Это компиляция софта. У компиляции софта из исходников, из C или C++, есть два очень хороших качества. Первое, оно в классическом случае состоит из семи шагов. Вот я все здесь их выписал. Второе, что на самом деле все шаги выполнять одновременно нам не нужно. У нас есть определенная зависимость. Какие-то хедер-файлы подключаются в C-файлы, C-файл используется в другом C-файле, мы получаем что-то вроде чего? Графа. Опять граф. Вот. Графа зависимости. Здесь я вам не рассказываю ничего нового, вот так работала компиляция испокон веков. Я просто рассказываю вам, как это сейчас происходит. А теперь давайте поместим оба примера на один слайд. Что мы видим? Ну, мы можем заметить, что есть здесь определенный паттерн, и этот паттерн называется направленный цикличный граф. Что слева, что справа, у нас пример направленный цикличного графа. Это очень популярная сейчас штука, используются машин-ленинги в искусственном интеллекте, плюс кто увлекается к криптографии, наверное, знает, что есть криптовалюты, основанные на дагах, а не на блокчейнах. Тем самым они ускоряют очень быстро транзакции внутри сети. Но это не тема моего доклада, опять же. Вот. И введение вот этих вот графов позволяет нам обобщить понятие burst parallel job. Правда, есть проблемка. Все ноды вот этого графа, вот если мы вернемся на два слайда назад, мы увидим, что эти графы, хоть и как бы направлены на цикличный граф, но они все разные. Работу, которую нужно выполнить в каждой ноде, она разная, и мы получаем что-то типа вот этого. И чтобы использовать это на практике, нам бы пришлось каждую отдельную функцию написать и закинуть в лямбду, и только потом использовать. Но никто этим заниматься, конечно, не будет. Давайте попробуем решить эту проблему и вернемся снова от графов к функциям, вот к нашим исходным, и переобозначим их просто для простоты, чтобы было меньше места. И нам нужно придумать некую универсальную штуку, которая позволит нам универсализировать графы. Ну и, как говорится, не существует проблемы, которую нельзя решить введением дополнительной абстракции. Представим, что у нас есть некая еще одна функция, назовемая лямбда-функция, которая удовлетворяет вот этим вот свойствам. Причем, поскольку мы пишем на суперкрутом языке, который называется Ruby, мы можем даже доказать, что это работает. Вот слева два прока f in g, которые плюсуют первую единичку, вторую двойку. Если мы их последовательно выполним на нуле, то получим тройку. Ну, вроде все просто. Если мы введем некую лямбду, которая прок f от i, ну, вы видите, он принимает функцию и вызывает ее на втором аргументе, и перепишем пример слева с использованием этой лямбды, то мы снова получим три. То есть, концептуально это возможно. И тогда мы бы могли все наши функции переписать вот в таком виде, где лямбда имеет вот такую сигнатуру. Некая f принимает некую f и аргумент, и возвращает аргумент. А теперь немножко математическое преобразование. На самом деле, вот это не очень удобно, что у нас слева и справа разные аргументы. И давайте введем некую θ, константную функцию, которая неважно, что делает, мы ее все равно не будем использовать, но введение ее позволяет нам сделать сигнатуры слева и справа одинаковые. И тем самым мы можем ввести новый тип, некий t, и сказать, что у нас есть некая лямбда t от t. И тогда наш граф становится универсальной. То есть, на каждый из нод мы будем выполнять именно ту лямбду, а разница в нодах будет именно вот этой t и t, то, как будет представляться t и t, который имеет тип t. Окей, давайте попробуем поместить теперь наше математическое изыскание вот на этот красивый рисуночек. Ну, лямбда t от t это то, как мы теперь обозначаем наш burst parallel job, где лямбда это как раз таки та универсальная штука, которая позволит нам запускать код на разных бэкэндах. Что такое t? Ну, t это некая internal representation, некое универсальное представление нашей burst parallel job. И главная фишка в том, что что лямбда, что t не зависит от той работы, которую мы пытаемся запараллелить. Они обе универсальны. А что не универсальное, это некий t-генератор, некий фронт-энд, который позволяет нам генерировать вот эти t и лямбда в зависимости от нужной работы. И основная математическая и, в принципе, вся сложность программировать лежит именно у t-генераторов. Если вы знакомы с LLVM и слышали о нем, то вот справа очень похоже на то, как выглядит LLVM изнутри, когда у нас есть разные языки. Мы можем их представить в одном internal representation и скомпилировать на каком-нибудь армии или где нам забредет в голову. Окей. Но тут все вроде хорошо, но на самом деле есть проблемки. Согласно аксиоме номер 1, лямбда — это event-based архитектура. И вот эти наши t сами по себе не могут выполниться на лямбдах. Нам нужен то-то, кто-то, кто сделает эти ивенты. Соответственно, нам нужен новый субъект в нашей архитектуре, некий координатор, который берет эту t и отправляет выполняться на лямбду через HTTP event. Так, ну так уже лучше. По крайней мере, это может работать. За исключением одной еще проблемки. Ведь serverless — это statless. Я же уже это говорил. И даже если мы придумаем, как это все сделать, но результат мы не сможем сохранить, потому что стейта у нас негде хранить. А прикрутить базу данных к этому всему очень сложно. Мы это тоже обсуждали. И вот была бы какая-нибудь база данных, которая дешевая и позволяет нам все-таки использовать serverless на всю мощь. На самом деле такая база данных есть. Ну или аналог. И S3 используется, ну или любой другой аналог используется действительно очень часто в связке с serverless, потому что у S3 фишка в том, что количество запросов совпадает с конкуренцией на самих лямбдах, и реально можно использовать serverless во всю мощь. Окей. Ну в целом это законченная архитектура. То есть мы ее придумали, и она в принципе даже может работать. Опять за исключением маленьких нюансов. Координатор мы вообще не знаем, как писать. Ну мы можем понимать, что он какой-то должен написан быть на каком-то мощном языке, раз у него много I.O. И в принципе он должен уметь в нормальную параллелизацию. Лямбда мы тоже не знаем, как сделать. И IR в принципе мы просто прикинули, что такое возможно. Ну и в принципе мы просто мечтали о некой serverless, что это когда-нибудь можно будет параллелить нашу пользовательскую работу. Некое будущее. А что если я скажу, что будущее уже здесь? И что на самом деле вот тот слайд, пока мы на работе пишем всякие круды, умные ребята из PHD придумали, как вдохнуть жизнь в ту архитектуру, которая была на предыдущем слайде. И поэтому встречайте framework.gg от ребят из Stanford. Stanford System and Networking Research. И где координатор написан на C++, поэтому он очень быстрый. Backend это C-шный бинарник, который умеет выполнять любую T. А T это вот как раз GGIR. Я намеренно не буду приводить то, как он выглядит изнутри. Он не очень сложный, но просто копаясь слишком глубоко, мы еще больше себя закопаем. Ну и фишка его не только в том, что он универсальный, а в том, что как и любой IR он умеет еще и в оптимизацию. Например, если мы рассмотрим, как выглядит тот же отличный граф для вычисления числа Фибоначчи, то мы можем увидеть, что какие-то подграфы на самом деле одинаковые. И с помощью IR мы можем ввести такое понятие, как хэш-функция от нашей работы и пытаться избежать повторного выполнения наших действий, потому что в сервере вы платите каждый раз за выполнение какого-то ивента. Вот. На самом деле, если вы чувствуете себя примерно вот так, то ничего страшного. Во-первых, всегда можете подойти ко мне после доклада, и мы с вами попробуем разобрать вопросы, которые у вас возникли. Во-вторых, есть пейпер, в котором описано подробно, как эта штука работает изнутри с примерами GIR. Ну и в-третьих, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому первый раз я буду показывать со сцены демо. Надеюсь, мне получится. Вот. На самом деле, чтобы продемонстрировать вам что-то, я долго думал, что продемонстрировать, чтобы было всем интересно. Вот. И спасибо Вове Дементьеву мне подсказал, что существует одна штука, написанная на сях, компиляция которой будет интересна. Я так и думал, что эта штука не покажется. как мне перетащить его? Другой экран. Давай. Так, сейчас, 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 я только его найду. А где он? А, ну да, мне придется, короче, вот так с вами сейчас всяко, всяко, всяко. Сейчас все будет, не переживайте. Вот. А эта штука, которую мы сегодня будем демонстрировать, называется Ruby. Попробуем скомпилировать Ruby, но не весь Ruby, а мини-Ruby. Это, собственно, сам интерпретатор Ruby без огромного количества зависимостей, которые тащатся за ним. И я приготовил гист, в котором описано, как это происходит. Мы начнем сразу примерно с 30-й строчки, потому что все, что выше, это просто подготовка к компиляции, она не зависит от того, как мы это делаем. Собственно, с использованием gg это все происходит в два шага. На первом шаге мы, собственно, билдим тот самый ацикличный граф, используя ту самую make, которую мы бы, в принципе, использовали для обычной компиляции. Вторым шагом мы это все запускаем на нашей, допустим, лямбде в 500 работ и поговорим, пожалуйста, собери на мини-Ruby. Ну и теперь посмотрим, как это работает. Я записал такой скринкастик. Вот. Мы начинаем примерно с 3-й минуты, это как раз с 36-й строчки, когда происходит make. Вот он заканчивается, сейчас мы нажмем на стоп, да, и вы видите, что в конце make мы получаем мини-Ruby, тот самый мини-Ruby, только внутри него лежит не бинарник, который обычно был бы, а некий текстовый файл, где основное, это вот tm20 вся фигня, это хэш от верхней ноды в нашем графе. После этого мы берем и говорим, пожалуйста, выполнись, скомпилируйся с использованием лямбды. Здесь снова остановлю. После этого ggforce берет и все эти работы закидывает на S3 и выполняет. Вот мы видим прикольненький еще прогресс бар, который нам показывает количество выполненной работы, количество оставшейся работы и стоимость. Главное, интересно, что сколько нам будет стоить, потому что серверс — это предсказуемая штука, мы знаем, сколько выполнили и сколько придется заплатить. Ну и продолжаем. Вот он постепенно увеличивает данный, уменьшает remaining. Всего это нам стоит примерно один цент. На выходе сам же gg скачивает исходный бинарник с S3, ну и мы проверяем, что то, что получилось, действительно работает. Пытаюсь вбить какую-нибудь Ruby команду. Я пишу слово Russia с одной S. Это все, зато честно, я не переписывал скринкаст. И вот так примерно это все работает. Спасибо. Все ссылки доступны будут что на GIS, что на скринкаст. Вот, а теперь давайте проверим, имело ли это смысл, ускорили ли мы хоть что-то. Слева представлено время с использованием unix-овый тайм, сколько занимает время компиляции вот на этом самом лаптопе, могу, 15-го года. Справа в два шага с использованием gg. Но сходу может показаться, что, в общем-то, не стоило овчинка выделки, потому что что там real, что там real примерно минуту 20. Но на самом деле это не те цифры, которые нас интересуют, потому что real — это в основном I.O. И поскольку я делал все это через Docker for Mac, наверное, вы знаете, как прикольно работает Docker for Mac с FS-эвентами, то вот это все — это очень грязное время. И если мы посчитаем только время компиляции, то мы увидим, что с использованием gg мы выиграли примерно в три раза. Но если вам не очень нравится моя грязная арифметика, то есть более чистые примеры на нормальных системах с нормальными докерами. И, например, компиляция Chromium на обычной тачке занимает примерно 15 часов, а с использованием gg — 18 минут. И это реально прикольно. То есть это может ускорять нашу обычную работу в сотни раз. И это действительно выглядит как какая-то магия. Если вы думаете, что пора меня сжечь, и я вам втираю какую-то неведомую фигню, то не спешите. Потому что последний месяц, не без помощи тех же самых ребят из Стэнфорда, я занимался над тем, чтобы улучшить использование этого самого gg-фреймворка. Мы добавили Docker Environment, где это все можно билдить и гонять. Собственно, Ruby Example был сделан с помощью него. Мы актуализировали и существующие примеры, мы написали Readme, мы научили работать с gg-фреймворком, плюс добавили пример использования LLVM. Так какое же будущее в итоге у Serverless? Те же ребята из Стэнфорда считают, что сейчас Serverless находится примерно на том же этапе развития, что когда-то были, на каком были графические процессоры. В 2000-х годах все считали, что всего лишь эта штука, чтобы рисовать 3D-картинки в наших играх. Но потом люди увидели в них суперкрутую вычислительную мощность, которую можно использовать для той же самой криптовалюты или машин-лёрнинга. И будущее Serverless, скорее всего, будет не только в обслуживании наших клиентов, но и в чём-то таком. А какое же будущее у Ruby? Возможно, вот это, Serverless. Но проблема в том, что сама по себе опциональная типизация – это не что-то новое. Есть TypeScript, есть куча других языков. И в принципе мы находимся в таком месте, где постоянно сами себя переизобретаем. То есть мы не делаем ничего нового. Я назвал это типа «Колесо Сансара IT». Потому что мы делаем то же самое, просто чуть-чуть лучше. И чтобы выйти из этого порочного круга, нам нужно сделать одну штуку. Нам нужно понять, что же такое Ruby изнутри. Самая идентификация. И спасибо Матсу. Надеюсь, вы все видели его доклад. Здесь мне можно будет очень легко пройти. Во-первых, Ruby – это быстрый кодинг. Ruby классный, Ruby продуктивный. Мы можем быстро на нём писать. Во-вторых, Ruby – это штука, которая используется в стартапах. Мы, в принципе, стали популярны из-за того, что его начали использовать как бэкграунд для фреймворка стартаперы. Третье – это проблемная штука. Ruby Jill Sensitive. Мы не можем на всю мощность использовать все вычислительные ресурсы тачки, если в ней очень много ядер и ресурсов. И четвёртое – это, кто-нибудь знает, как называется первая книга, написанная на Ruby? Я могу вам подсказать, вот так она называется. Ну ладно, или вот так. Первая книга, написанная на Ruby, называется «Объект Oriented Scripting Language Ruby», потому что Ruby изначально как бы Матсом подразумевался как некий скриптинг-язык, на котором будет очень быстро и легко писать понятные скрипты. А что, если я возьму и заменю слово Ruby на такую картинку, потому что серверлс ведь тоже фасткодинг. Я показал, что чтобы писать на серверлс, нужно три строчки кода на Ruby и никаких дополнительных библиотек. Серверлс идеально подходит для стартапов. Вам не нужны никакие девопсы, вы платите только за то время, которое у вас выполняется полезная работа, вы не платите дополнительные ресурсы. Для серверлс вообще не актуальна Jill Sensitive проблема, потому что масштабирование там достигается не запуском параллелизации кода, а именно добавлением дополнительных контейнеров. И четвертое, как с примером GG, мы можем видеть, что, возможно, будущее сервера заключается в том, что его будут использовать не только для обслуживания клиентов, но и для каких-то других вещей. Например, вот чтобы запускать massive user работу. И как мы видели на рисунке, основная проблема в этом написать некий тегенеракетер, некий фронтенд. Там вся будет основная бизнес-логика лежать. И почему бы не делать это на Ruby, потому что Ruby лучший скриптинг язык в мире. А концовку доклада я хочу оставить немного открытой и задать один такой риторический вопрос. Дело в том, что все эти отсылки к колесу Сансары, к самоидентификации, это все сделано было для того, чтобы сказать, что ни фичи языка делают язык популярным, ни какая-то абстрактная крутость. Потому что если бы это было так, мы бы все писали на скале и эликсире. На самом деле популярным язык делает то, что он начинает делать какую-то работу лучше, чем его предшественник. Так было с Ruby, потому что Ruby существовал 10 лет перед тем, как один PHP-разработчик по имени Дэвид не сделал на нем MVC-фреймворк, и куча стартаперов с огромными деньгами не стали все это использовать, и Ruby стал очень популярным. Так стало с Python, который тоже существовал много времени, перед тем, как он был популярным, безусловно, но еще один дополнительный виток эволюции жизни он приобрел, когда стал популярным машин-ленинг, и только Python имел экосистему, удовлетворяющую всем потребностям. Так было с теми же графическими процессорами, которые были тоже популярны, но только с приходом криптовалюты и машин-ленинга акции NVIDIA выросли там что-то в сотни раз, я не знаю. Так вот, соответственно, чтобы сделать язык Ruby снова, не снова популярный, а как бы новый виток популярности вывести, новый трекшн, новый толчок, нам нужно либо оживить старые сферы использования, либо придумать новые. Так почему бы этой сферой не могла быть серверлесс, ведь у них так много общего. Спасибо за рассказ. Ну что, товарищи, кофе или вопросы? Два вопроса можем взять. Хорошо, вопросы. Спасибо за доклад. Нет, убери у него. Ты сегодня всех деклассируешь. Не-не-не, давай-давай, я шучу. На самом деле так же, как с биткоинами и прочим, тут надо четко определить, где это можно использовать. Потому что то, что это типа везде под веб, нет, это не так. Это не так. Да, возникла проблема с базой данных, она сразу была на поверхности, все это прекрасно понимали, и это не масштабируется. И там был типа кейс, давайте уволим девопса за 2 500. Амазон невероятно дорогой. Если вы дошли до того, что вам надо масштабировать это в Амазоне, во-первых, у вас будет уже штат из 10 девопсов, это раз. Во-вторых, это будет дорого. Второй момент, тот код, где было написано, что давайте из функции вытащим и закэшируем, инжинкс, для этого есть инжинкс. И он вместо миллиона запросов в сутки миллиарды запросов будет проксировать. То есть проблема всей вот этой штуки, да, есть кейсы типа, ну вот вместо 18 часов скомпилировали за 18 минут. Ну конкретный класс задач, куда это подходит. Или там машин ленинг, когда тебе надо раз в неделю запустить, переобучить модель, тоже подходит быстро. Но под веб, под какой-нибудь там, это не подходит под это, к сожалению. А я сказал, что это birth parallel, вот эта вся штука, и я привел примеры и сказал, что именно класс задач, когда у вас скейлинг, даунскейлинг, скейлинг, когда у вас нет линейной нагрузки. При линейной нагрузке, как недавно писал чувак на хабре статью, он померил, у него оказалось, что серверовалось в 7 раз дороже, чем обычное решение. И о боже, зачем кто-то это использует? Ну блин, если ты используешь… Да, ну и вопрос последний. Это все звучит как вендор-лог. Разрабатывается ли какой-то стандарт, чтобы, неважно, это было уже там Amazon, Google, Яндекс сервера и так далее, потому что вот в этом виде это вендор-лог, и это очень опасно. Есть фреймворки, которые позволяют вам… Спасибо. Да, есть фреймворки, самый популярный, называется serverless, и я, собственно, выкинул всю часть про него, оставив его в легкой части, которая позволяет вам как раз-таки избавиться от вендор-лога на провайдере, если вы его используете. Да. Спасибо за вопрос. Я, собственно, не очень понял сложную часть и хотел бы остановиться на вот легкой сервер-лесе. Давай. Я пробовал tutorial из него и как бы помню ощущение после рельсы. То есть после tutorial на рельсе у меня было на моем компьютере SQLite и кодовая база на рельсе. После tutorial на сервер-лес у меня был AWS-прокси, AWS-когнито, AWS-user-пул, AWS-коуч-дб, AWS-лямда в нескольких файлах. И, в общем, без сервер-леса я открыл AWS и такой, а что у меня вообще, где и как? И плюс, вот эта вся штука у меня была на AWS. Там же, по-моему, в этом фреймворке сервер-леса довольно трудно перепрыгивать какие-то конкретные вещи, которые тебе нужны, на другого провайдера. То есть если ты на AWS-е… Если кишки используешь, то да. Если ты на AWS-е, ты будешь на AWS-е. Если ты хочешь на Google Cloud, ты переезжать должен на Google Cloud. И тут плюс встает, как это мигрировать с AWS на Google Cloud. Ну смотри, настройки инфраструктуры, согласен, если ты используешь как бы AWS на всю мощность, то это то же самое, что в обычном классическом случае ты, допустим, хостился на Амазоне, а потом такой, и все конфигурировал руками, а потом такой, блин, слишком дорого, пойду-ка я на Google, здрасте, все придется руками делать, и никакой, как бы не используя тулинг, вы попадете в тот же самый vendor-log, что и с сервера. Просто здесь это намного быстрее, возможно, возникает эта проблема, потому что вам приходится все это делать изначально, потому что вам заставляют об этом думать, потому что она сама по себе концептуально так работает. Согласен. И какой еще был вопрос? Нет, смотри, если в классической архитектуре мы можем взять бэкап базы и переехать на другую вообще независимую платформу, или самим поднять эту экосистему, или переехать на ОС, тут мы приковываем себя гвоздями, то есть… Классическое, что ты имеешься, на своем железе хвостишься? Да, на своем железе где-нибудь открытили виртуально. Своя железная проблема, ну, типа, есть свои минусы, тебе приходится все это конфигурировать, и ты должен уметь все это делать, как минимум, и… Ну, а с переездом на Google Cloud у нас вообще нет вариантов, по-моему. То есть там есть коуч-дб в AWS, в Google Cloud, по-моему, это реализация что только AWS. не могу сказать про кауч-дб, ну, понятно, если ты, опять же, используешь какие-то… Сейчас, перебил, это сейчас другая сторона, потому что побыстрее. В серверлесе, опять же, у тебя, как я проходил туториал, огромное количество каких-то конфигов, огромное количество указаний, где лежат файлы, какие-то там AWS-зависимые штуки, и то есть под каждую платформу, что Google, что AWS, придется же по-новому изучать все это. Но я тебе говорю то же самое, что если бы ты хостился изначально на AWS, на не серверлес, а просто обычный EC2-инстанс использовал. Если бы ты использовал все эти ресурсы и на EC2-инстансе просто как обычно у тебя был бы контейнер, вернее, облако, где бы ты запускал свой Rails и использовал весь AWS на всю мощность, тебе бы также было очень больно мигрировать. То есть тут новые проблемы, никакой сложной нет. Она точно такая же, как и для обычного переезда с AWS на Google, когда ты полностью используешь AWS. Тут серверлес ничего не придумает. Тут как бы это не его проблема, что ли. Не тот уровень абстракции проблемы. Понимаешь? Ну, не совсем. Опять же, я могу... Можем обсудить еще. Да, давай. Итак, коллеги, давайте поаплодируем Николаю. Можем обсудить еще.